Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и людям, кто видит меня первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня у меня будет долгожданное для меня, надеюсь, и для вас видео о моих покупках, подарках на день рождения. И всем, кому интересно, желаю приятного просмотра. Прежде всего, хотелось бы сказать, задержалась я реально по нескольким причинам. Меде рождение, если кто не знает, было где-то месяц-полтора назад. Я, прежде всего, тестировала усердно, усиленно всё, что я накупила, всё, что мне надарили. И, кроме того, я ждала, когда до меня дойдут частично те подарки, которые были подарены не вовремя. Поэтому всё это сейчас, и я надеюсь, что видео будет интересным, полезным, как для бьюти-голиков, для фанатов косметики, так и, в принципе, как идеи подарков. Потому что мне подарили реально просто потрясающий подарок. Но об этом я дальше вам расскажу. Итак, прежде всего, начнём с косметики. У меня такой некий Диоровский улог в этом году. Прежде всего, мне подарили тушь и подводку от Диор. Тушь — это Dior Show Extase. Моя самая-самая любимая. Я её просто обожаю. Она фантастическая. Она необычная, с необычной щёточкой. Но щёточка такая стандартная, не силиконовая. Здесь четыре маленьких шарика. К ней очень тяжело приспособиться, но она делает потрясающие ресницы. Она делает такие пушистые, богатые ресницы. Тушь не течёт. Она смывается исключительно тёплой водой. В общем, она достаточно тяжело смывается. Но это огромный плюс, особенно для Питера, где у нас очень часто... То есть, снег, тот дождь, то ещё что-нибудь. Также она насыщенного чёрного цвета. То есть, у вас будут яркие, красивые, пушистые чёрные ресницы. Она даёт невероятный объём красивый. Мне очень-очень нравится эта тушь. Это прямо вот просто... Это самая моя любимая тушь. Я очень рада, что мои запасы данной туши у меня закончились. И как раз мне подарили новую. Следующая это подводка. Подводка Dior Show Art Pen. Это подводка Flamaster. У неё вот такой вот очень длинный фетровый наконечник. У меня данная подводка вызывает двоякие впечатления. Потому что более удобной подводки именно в работе я не встречала. У неё вот такой вот очень длинный этот фетровый наконечник, благодаря которому вы прорисуете абсолютно любую линию. Она потрясающе прорисовывается как в одну сторону, так и в другую. Цвет подводки достаточно чёрный, яркий, насыщенный. При этом он не матовый, не глянцевый. То есть, что-то такое среднее, спокойное. В работе просто потрясающая подводка. Вы можете прорисовать очень тонкую линию. Вы можете её сколько угодно наращивать до какой-то более-менее яркой стрелки. Но, к сожалению, на моих глазах эта подводка очень плохо держится. То есть, даже спустя час она уже начинает потихонечку сходить. Мне это очень не нравится. Я её пытаюсь как-то закрепить чем-то. Иногда, когда мне нужны именно большие стрелки, то есть, именно тонкая стрелка, может быть, она ещё и продержится. Но именно какие-то большие стрелки, они у меня сходят через час, может быть, полтора, потихонечку начинают уже терять свою форму, вид. Я в этом случае иду на хитрость. Я рисую стрелку полностью этой подводкой. И поверх я прохожусь более стойкой подводкой, которая у меня есть, которая до этого была моим фаворитом. Буржуа, которая держится 16 часов. И тогда у меня стрелка смотрится идеально, держится долго. И вот на самом деле, честно говоря, вот это упущение, что подводка данная не держится долго, потому что реально она в работе просто... Ну, я не встречала чего-то более удобного для себя. В плане именно прорисовки стрелки, это потрясающая подводка. Но если вы знаете, что у вас на глазах не держатся подводки, вы ищете стойкую подводку, это занятие всей вашей жизни, то нет, не советую. Если у вас, в принципе, нет такой проблемы с подводками, то попробуйте. Следующее из Диора, также я уже показывала это масло, гидрофильное масло для снятия макияжа. Я уже говорила в видео о фаворитах, я вам ссылочку здесь оставлю на это видео, где я рассказываю подробно об этом масле. Но я действительно советую это масло всем, кому интересно умывание с помощью гидрофильного масла, точнее снятия макияжа. Всем, кому интересно, в принципе, марка Диор, всем, кому не нравится умываться с помощью ватных дисков, мицеллярной воды, кто ищет аналоги, у кого чувствительная кожа, всем советую присмотреться, попробовать. И, кроме того, хотелось бы отметить, что оно безумно экономичное, потому что у меня за месяц использования ушла только четверть от всего объема упаковки. Здесь у нас 200 мл. Советую. И следующий продукт от Диор, который также является моим фаворитом, и также в видео о фаворитах я его уже показывала, это палетка 5 цветов. Палетка у меня 876, Трафальгар. Оттенки действительно потрясающие. Я потихонечку подбираюсь к этому вот оттенку в середине. Я надеюсь, что в ближайшее время я что-то соображу с ним. Ну, оттенки действительно потрясающие. Это, конечно, не Urban Decay, но я брала именно из-за оттенков. И, в общем-то, 4 из 5 оттенков меня действительно устраивают более чем. Вот, прежде всего, меня устраивает по пигментации вот этот оттенок, который в серединке. Поэтому будем пробовать, будем как-то думать. И на самом деле я советую подумать, кому интересна эта палетка, кому интересны эти оттенки, о ее приобретении, потому что это лимитка осенняя. Следующий продукт я покупаю уже неоднократно, поэтому я уже со знанием дела себе добавляла в подарки. Это тонизирующий лосьон от Clorans с ирисом для комбинированной и жирной кожи. Он содержит алкоголя. Это его огромный плюс. Стоит отметить, что кожа у меня комбинированная, склонная к сухости. Но в весенний, летний и сейчас в осенний период мне подходят данные тоники. Я, к сожалению, не знаю, что будет с наступлением морозов минус 20 с моей кожей, и поэтому не берусь утверждать, что я буду пользоваться этим тоником и зимой. Но, однако, сейчас он мне подходит, а зимой, возможно, я перейду либо к тонику от Clorans Romage, который мне тоже нравился очень-очень-очень прошлой зимой, либо я выберу что-то еще более подходящее для себя. Этот тоник является моим фаворитом. Тоже я его обожаю, люблю. Единственный минус в том, что он действительно очень быстро расходуется. То есть у меня за месяц расходовалась большая половина упаковки. Это его, конечно, огромный минус, но что делать? На самом деле это самый подходящий мне тоник на данный момент. Я его обожаю, люблю и даже готова этот минус. Простите, Бон. И следующий мой подарок-покупка от достаточно новой марки для России, от марки Smashbox. Это карандаш для бровей Brow Tech To Go. Ясню, почему меня привлек этот карандаш. У него очень необычная форма, то есть он не похож на обычные карандаши для губ, для глаз, для рисования. Это механический карандаш вот с такой вот необычной заостренной формой. То есть он срезан по диагонали от толстого края к тонкому краю. На самом деле я первые, наверное, дня три просто не знала, как им рисовать брови, у меня ничего не получалось. Потом я так села обстоятельно, приноровилась, и поняла, что это просто гениальная вещь, потому что брови с ним рисуются просто раза в два, наверное, быстрее у меня. Я получаю такие брови, которые я хочу. Я получаю именно вот ту графику, которую я хочу, ту стойкость, которую я хочу, потому что он действительно очень-очень стойкий. Очень удобно убирать какие-то огрехи с помощью ватной палочки, то есть вы не смажете сам рисунок, как это бывает с тенями, допустим, для бровей. Также еще одним бонусом является наличие фиксирующего воска у данного карандаша, то есть с другой стороны мы откручиваем, и здесь фиксирующий бесцветный воск. Но он у меня уже немного покрасился от использования. Кстати говоря, оттенок у меня брюнет. У меня была очень грустная история о том, что когда я вечером пошла в Ригош, я себе купила первый карандаш в оттенке Тауп, но он мне не подошел, мне пришлось его отдать маме и купить себе еще один такой карандаш в оттенке брюнет. Поэтому всем девчонкам, которых заботят, как выглядят их брови, кто занимается этим каждое утро, их прорисовывает, приводит в божеский вид, я советую присмотреться и попробовать данный карандаш, потому что вещь просто потрясающая. Потому что и времени вы на это будете тратить в разы меньше, и помимо этого и брови у вас будут более аккуратны, более графичны, и стойкость их будет в разы больше, нежели с пудрой для бровей или тенями для бровей. Следующий мой подарочек такой, это крем для рук с маслом ЖЖБА экстрактом банана от Изи Спа, здесь 75 мл, но несмотря на такой большой объем, я его все равно положила в сумочку, потому что это единственный способ мне мазать руки кремом. Если у меня не будет в сумочке его, я вообще ничем мазать не буду, потому что дома я постоянно что-то делаю и постоянно забываю намазать руки кремом, а пока я, допустим, еду в метро, я спокойно могу вспомнить про то, что я не намазала руки кремом, что они у меня дико сохнут, и скоро, наверное, уже потрескаются от холода, и намажу себе спокойно кремом. Он потрясающе пахнет бананом, именно не таким вот навязчивым, притерным, нерзким бананом переспевшим, а именно таким вот вкусным бананом, а не навязчивый запах, очень приятный, увлажняет хорошо руки, не скажу, что это прям, не знаю, если у вас там какие-то уже цыпки на руках, вам этот крем поможет, но именно такой ежедневный уход, очень классный, мне нравится. И следующие два приятных подарочка от марки Bath & Body Works, которых в Санкт-Петербурге нет, и эти два подарочка мне привезли из Москвы, это потрясающее мыло от Bath & Body Works, Fresh Picked Pink Passion Fruit, то есть это запах маракуйи. Потрясающий запах маракуйи, который распространяется по ванной комнате, мне очень нравится, что это достаточно необычное мыло для рук, потому что оно именно не как гель, а как именно такая очень нежно взбитая пенка, и кожу рук не сушит, то есть потрясающая вещь сейчас на зиму с ароматом фруктов, и руки сушить не будет, мне очень-очень понравилось, просто вообще классная вещь. И также антибактериальный гель со вкусом персика, тоже очень классная нужная вещь, потрясающий аромат, который какое-то время держится на руках, мне очень тоже нравится, я ношу это в сумочке, потому что не всегда есть возможность помыть руки. И также у меня был очень маленький милый подарок, ну, просто потрясный, очень полезный, это два лака для ногтей от Rimmel, серия 60 секунд, оттенок 320, Rapid Ruby, вот такой вот очень крутой красно-винный оттенок, и второй 863, Do Not Disturb, такой более, наверное, все-таки летний оттенок, или наоборот, возможно, оттенок для каких-то новогодних, причудливых маникюров. Пока что я пробовала только вот этот вот красный, потрясающий оттенок, просто крутой лак, я не знаю, почему я как-то обходила стенд Rimmel стороной всегда, но это потрясающий лак, который очень быстро сохнет, это его как плюс и минус такой, потому что нужно реально без огреха, очень быстро нанести ровным слоем, не всегда это получается, но приноровиться можно. Кисточка здесь потрясающе удобная, она как-то так раскладывается веером, и с помощью нее очень удобно носить лак. Также он держится, дней 5 так точно он держится, особенно с базой и топовым покрытием, то есть он очень стойкий, сохнет он так же быстро, и если постараться, можно нанести его даже с первого слоя без проплешин, то есть просто идеальный лак, в особенности если у вас руки с того места, и вы нанесете его сразу так, как надо, то это просто потрясающий лак, всем советую, я надеюсь, что вот этот оттенок тоже меня не разочарует, и в ближайшее время я думаю, что я присмотрюсь и прикуплю еще пару себе оттенков из данной серии. И далее у меня пойдут покупки уже не косметические, я хочу просто поделиться радостью, и меня наверное поймут все люди, кто любит вкусные чаи какие-то, мне подарили огромный чайный набор, мне подарили 4 вида чая разного из кофейной кантаты, мне подарили конфетки, и подарили марципаны, это просто потрясно, это просто рай сладкоежки, и рай чай мана, я не знаю как назвать, просто потрясающий чай, я реально советую тем, кто любит качественный, вкусный, ароматизированный чай, с какими-то добавками, присмотритесь к магазину кофейной кантаты, если он у вас есть в городе, потому что просто потрясающий чай, и я хочу отметить, я так как люблю зеленый чай, мне понравилось очень два именно чая, которые являются смесью зеленого и белого чая, это чай стройность, и также чай долголетия, но с чаем стройность у меня вышла какая-то незадача, потому что он должен способствовать похудению, притуплять чувство голода, и выводить токсин из организма, но способствовать похудению не знаю, выводить токсин из организма тоже как бы не знаю, но вот например притуплять чувство голода, я когда напьюсь этого чая, я готова съесть все, просто все я готова съесть, я не знаю с чем это связано, но я ни на ком еще не ставила тоже эксперименту, на кого, как влияет этот чай, но именно я иногда напьюсь этого чая, я от холодильника не отхожу, Поэтому будьте аккуратнее, на самом деле вкусный, потрясающий чай, просто божественный, и мне очень-очень нравится именно зелёный чай, поэтому вот именно вот эти два варианта я советую. И к чаю мне подарили конфетки, и я советую вам прикупить эти конфетки маленькие ручной работы, особенно тем, кто именно такой не совсем сладкоежка, которому пофиг, что есть, главное, чтобы это было сладко, а именно таким вот сладкоежком-гурманом, который не любит именно вот такую приторную сладость, а который именно любит необычность каких-то вкусовых сочетаний. Потому что в этом плане конфеты просто потрясающие, они очень необычные, там необычно составленные ингредиенты вместе в композиции, очень необычные вкусовые ощущения, очень-очень вкусные, потрясающие конфеты, и действительно, если вы любите что-то необычное, вкусное, сладкое, неприторное, то попробуйте эти конфеты. И, естественно, для того, чтобы употреблять чай, мне подарили инструмент для употребления чая. Мне подарили чашечку из костяного фарфора, это императорский фарфоровый завод, просто потрясающе красивая, очень милая чашечка, вот чашечка просто принцессы. Когда у меня такое вот, не знаю, настроение, я пью из этой чашки чай, мне очень-очень нравится она, она очень классная, но костяной фарфор, я сразу говорю, что я, наверное, бы и не советовала его, потому что он очень легкий. Он очень тонкий и легкий, и он, особенно если чашка пустая, он практически не ощущается в руке, и мне всегда очень страшно, я боюсь его уронить и расколотить, потому что у меня уже была посуда из костяного фарфора, мне уже дарили чашку из костяного фарфора, и, к сожалению, кот посчитал, что она мне не нужна, и что, ну, чашка разбилась, он ее скинул, она разбилась. Вот, они, изделия из костяного фарфора, очень-очень тонкие, очень хрупкие, и с ними нужно быть предельно аккуратным. И последний мой подарок, который я уже засветила в инстаграме, кто подписан на мой инстаграм, уже его видели, это айфон, айфон 5s. Сразу отвечаю на вопрос, если он вдруг появится, он у меня в инстаграме всплыл, почему 5s? Потому что, честно говоря, я увидела 6, я его подержала в ресторе в руке, и я его сравнила с галакси, который я достала из кармана, и разницы я, ну, не то, что не заметила, естественно, я здравомыслящик, я понимаю, что айфон и галакси двухлетней давности, это разные вещи, но по дизайну реально меня разочаровал айфон. По размеру он не лежит у меня в руке, хотя у меня среднестатистическая женская рука, она не маленькая, у меня достаточно длинные пальцы, но у меня в руке, к сожалению, шестерка не легла. Мне она не понравилась по дизайну, и меня очень разочаровали отзывы. И кроме того, одна девушка, с которой я общаюсь, она непосредственно столкнулась с некачественностью айфонов именно шестых, потому что она купила шестерку в подарок, и она оказалась бракованная. То есть такой вот неприятный случай. И поэтому я решила, что 5S, тем более у меня, у молодого человека 5S, поэтому я как бы как хотела 5S, так я как бы и хотела его. Хотела я его именно в золотом варианте. Но это немного глупо, конечно, сейчас делать обзор на телефон, который вышел год назад, но мои впечатления положительные, только положительные. Единственное, что тяжело немного переходить с системы на систему, потому что разница с андроидом, не сказать, что прямо земля и небо, но она есть. Но радует то, что нет такого вот подвисания постоянного, которое у меня было в Galaxy уже из-за старости. Также хотелось бы, наверное, отметить, что Никоко, Вероника, она тоже недавно снимала видео, сказала, что 5S ее разочаровал, потому что дико некачественный телефон, у нее весь ободрался он сразу. То есть ее не устраивает качество, оно дико испортилось по сравнению с ее предыдущим айфоном. Я с ее мнением, в принципе, не очень согласна, потому что у меня уже телефон какое-то время. Естественно, он у меня в пленках весь, он у меня в чехле, но я его еще пока нигде не поцарапала и не ободрала. Вообще, когда я выбирала телефон, одним из критериев было именно то, что телефон тяжело ободрать и тяжело разбить. То есть это был такой вот важный фактор, потому что опыт у меня негативный, к сожалению, с телефонами, и я разбивала. Итак, это все подарки и покупки на мое день рождения, которые я вам хотела показать. Спасибо огромное за внимание, если это видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И ответьте мне, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы подарки на день рождения, любите ли вы свое день рождения, какой был самый приятный подарок на последнее ваше день рождения. Все, желаю всем теплой осени, до встречи в следующих видео, пока-пока!